Украинский журналист посетил Северную Корею. Роман Бочкало поделился впечатлениями от путешествия по КНДР. Украинский журналист Роман Бочкало побывал в самой закрытой стране мира, в Северной Корее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он никогда раньше не встречал таких пустых самолетов. В Пхеньян из Пекина летели всего семь пассажиров, у которых сидели стюардессы и следили, чтобы никто ничего не фотографировал. В миграционной карте, которую нужно было заполнить на борту, говорится, запрещено ввозить любую литературу про КНДР и Южную Корею, порно. И если ты журналист, то обязан об этом сообщить, написал Бочкало. Журналист также отметил, что украинцев в КНДР считают частью России. Есть и такие, которые верят, что Украина и Россия до сих пор части СССР. Украинцы здесь редкие гости. Нас воспринимают, как часть России. Те, кто знают о конфликте, не понимают, чего мы повздорили. Некоторые думают, что мы еще в Советском Союзе. Америка – лютый враг. Демонстрация ненависти к американским империалистам всячески поощряется вышестоящими товарищами, рассказал Бочкало. По словам журналиста, в Северной Корее есть четыре канала, все – государственные. Ежедневно в 20.00 показывают новости. Также есть проводной радио, а дикторы общаются с народом языком лозунгов и партийных штампов, опираясь исключительно на официальные заявления партии. Интернета нет. Но в отелях для иностранцев разрешено отправлять электронные письма со специального компьютера. Корейцам тоже можно пользоваться имейлом, но по предварительной заявке за двое суток до дня отправки, написал Бочкало, в Пхеньяне открыли новый район с высотками. Ранее сообщалось, что в КНДР приговорили к смертной казни двух журналистов и двух глав изданий из Южной Кореи за оскорбительные для Северной Кореи книжные обзоры, по материалам сайта Ньюс Граком.